Здравствуйте, ребята! С вами Ибраева Наталья Бекеновна, учитель истории. Запишите тему урока. Как научные открытия и новые технологии первой половины XX века повлияли на ход Первой мировой войны? Обозначим цель обучения. Оценить роль военной науки и техники в военной стратегии, объясняя исторические события. Оценивать роль науки в социально-экономическом развитии стран мира, обобщая причины, результаты, значения исторических событий. Ознакомимся с критериями оценивания. Определить критерии значимости военной науки и техники медицины для хода Первой мировой войны. Анализирует значимость военной науки и медицины для основных сражений Первой мировой войны. Делает вывод о роли военной науки и техники для итогов Первой мировой войны. Ребята, современное информационное общество явилось следствием информационных революций, произошедших в истории развития человеческой цивилизации и кардинально повлиявших на образ жизни людей. Первая промышленная революция была связана с появлением письменности. Вторая революция с изобретением и распространением книгопечатаний в 15 веке. Третья промышленная революция с изобретением телеграфа, телефона, радио, телевидения в 19-м начале 20-х веков. Четвертая революция связана с изобретением микропроцессорной технологии персонального компьютера. Революция характерна переходом от механических средств преобразования к электронным. Появление интернета в всемирной сети, что сделало возможным проводить информационный обмен в глобальных масштабах 70-х годов 20-го века. Ниже под таблицей приведены изобретения. Главным направлением капиталистическом и экономическом развитии стали новые технологии и новая техника. Таким образом, с начала 20-го века происходит одна из крупных промышленных революций с символами которой становятся трансконтинентальные железные, шоссейные дороги, океанские пароходы, тепловозы, электрические дизельные моторы, автомобили и самолеты, телефон и радио. Так в 1903 году был изобретен первый теплоход и одновременно первый дизель-электроход. К началу 20-го века изобретены термос, вакуумный диод, розетка и вилка, миномет, триод, гидролокатор, бытовой пылесос, электрическая и стиральная машина, вертолет, клутамат, натрия, первая пищевая добавка. К 1908 году были изобретены гирокомпас, синтезомиака, целлофан. В 1909 году бакелит, оружейный глушитель, звукометрическая станция, полугусеничный автомобиль. В 1910 году введен в эксплуатацию самолет воздушно-реактивным двигателем «Гидрофлан». К началу войны страны-участницы, конечно, обладали самолетами, но весьма малочислено. В среднем около 200-250 боевых самолетов на страну. То к концу войны их было уже произведено 182 тысячи. Если ранее самолеты использовались в основном как разведчики, то с начала боевых действий, в результате развития мощности грузоподъемности и дальности перелетов, на них начинают устанавливать вооружение, в частности пулеметы, также оснащать бомбами. Появляется истребительная бомбардировочная авиация. Крупные города с обоих сторон начинают подвергаться массированной бомбардировке с воздуха, что вынуждает создавать первые средства ПВО. В разработке авиационных технологий далеко не последнюю роль играли русские конструкторы, создатели известной того времени модели бомбардировщиков Илья Муромец, Светогор. Достижения научной мысли дали стремительный толчок к развитию новых технологий в области машиностроения, электроэнергетики, горного дела, химической промышленности и транспорта. Впервые химическая атака именно смертельного газа с использованием хлора применена немецкими войсками против французов в Первой мировой войне 22 апреля 1915 года в битве за город Ипр, нанеся поражение 15 тысячам солдатам неприятеля, что было встречено мощной пропагандистской кампанией со стороны советников. Но прикинув нанесенный ущерб от такой атаки, при затяжных окопных войнах, через 5 месяцев уже сами проводят ровное использование боевых отравляющих газов. Развитие частота использования газов приводит к изобретению первого действующего противогаза Зелинского в 1915 году, который доработает Куман. В 1917 году обеими конфликтующими сторонами применяются газометы. Принцип действия наподобия линомета был основным забрасыванием снарядов, начиненных ядовитым газом, как можно ближе к позиции неприятеля. В 1917 году на Западном фронте, в повторной битве у бельгийского города Ипр, германские войска впервые применяют Иприт. Во Франции, Англии, Россия и Австро-Венгрии велись разработки проектов первых бронированных машин на гусеничном ходу. 15 сентября 1916 года в сражении при Сонне английскими войсками впервые были применены танки, выживав панику в рядах немцев. Марк I, а это был именно он, имел гусеничную тягу, оснащался двигателем внутреннего сгорания и пулеметным вооружением. Самое главное, броня этого монстра оказалась непробиваемой для стрелкового оружия. Первое применение наряду с явными плюсами выявило множество конструкторских недостатков и крайне ненадежных. Однако развитие новой бронированной техники начнется семейными шагами и в 1917 году в Англии будет организован первый танковый корпус, а уже в 1918 году состоится первый в истории танковый бой. Огромное развитие во времена Первой мировой войны получает подводный слот. Создаются первые дизельные, первая лодка с таким двигателем российской Минога и электрические двигатели. Хотя они не оказали какого-то значимого влияния на ход боев, зато дам толчок в развитии появления нового типа войск. Стоит понимать, что изначально субмарины использовали в качестве минных заградителей, береговой позиционной охраны. Однако с начала Первой мировой войны Германия изменила доктрину и стала использовать подводные лодки также в наступательных целях. В результате немецкие лодки, считавшиеся живучими и одними из самых передовых, нанесли ощутимый урон Англии, атакуя в основном торговый флот, чуть ли не поставив их на грань поражения. На помощь британскому флоту приходит изобретатель Феттинген, который изобретает первый ультразвуковой локатор «Сонар» и облегчит обнаружение неприятеля. В Первой мировой войне были изобретены несколько типов автоматических винтовок. Переход к автоматизации проявлялся и в артиллерийских орудиях. В условиях позиционной окопной войны идея повышения плотности огня интересовала гораздо больше, чем меткость одиночного выстрела. Страны Европы переходят на магазинный тип винтовки. Значительный уровень развития получают танковые и ручные пулеметы, разработкой которых занимаются все странные участницы войны, начинают использоваться повсеместно. Однако немалый слаг развития автоматического оружия внесла Россия. На вооружение регулярной армии в 1916 году поступает автоматическая винтовка Федорова. К сожалению, она была произведена в мизерных количествах, обуславливаясь технической отсталостью российской промышленности того времени, тем не менее прославив выдающегося изобретателя. Вступая в Первую мировую войну, каждая из стран ясно понимала, что победа во многом зависит от эффективности работ медицинских служб, которые должны обеспечить удовлетворительно санитарно-гигиенические условия жизни военнослужащих, оперативную медицинскую помощь и эвакуацию раненых и больных, организацию медицинских учреждений и их снабжения, для создания нормальной санитарно-гигиенической обстановки необходимо было использовать современные научные разработки и использовать их в интересах армии. Медицина в ходе Первой мировой войны добилась значительных успехов в нескольких направлениях. Война, которая стала известна как первая массовая бойня 20-го столетия, унесшая по ряду оценок около 10 миллионов жизней одних только солдат, позволила врачам узнать достаточно для того, чтобы улучшить шансы военных на выживание. Врачи прошли путь от ампутации в качестве единственного решения до возможности транспортировки солдат в больницу, дезинфекции и лечения ран, полученных в ходе ударов артиллерии. Машины скорой помощи, антисептика и анестезия, три элемента медицины, ставшими отъемлемой ее частью сегодня, возникли в глубин страданий Первой мировой. Большое внимание в этой войне уделялось оказанию помощи раненым и доставке их из госпиталя. С этой целью разрабатывали схемы отвода и выноса раненых в поле боя, размещение пунктов первой помощи на передовой, промежуточных перевязочных станций и методы подвоза раненых в тыловые госпиталя. Конфигурация траншей должна была позволять санитарам выносить раненых на носилках, иметь запасные пути отхода. На рисунке внизу доставлена схема перевязочного пункта, к которому доставлялись раненые. Антисептики, анестезии начали спасать жизни, как только появились в больницах. Но без моторизованных машин, скорой помощи и госпитальных поездов, доставлявших солдат туда, у раненых было очень мало шансов. Американская моторизованная служба скорой помощи прошла путь от импровизированной операции под МО в сентябре 1914 года до отряда из 100 машин к концу Первого года войны. Огромную помощь оказали благотворители, такие как Энгаримон Вандербит и общественные группы США, которые собирали деньги и на них закупали авто. «Форд Мотор Компани» пожертвовала 10 моделей Т для преобразования в машины скорой помощи. Рентген, открытый в 1895 году и впервые использованный для медицинских целей в 1996, помогал врачам находить шарапной. Именно для этой цели предназначался переносной флюороскоп. Его использовали полевые госпитали. Над самоположником военно-полевой хирургии считается Николай Иванович Пирогов. Во время Крымской войны в 1853-1856 годах он впервые предложил эвакуировать солдат с поля боя, накладывать гипсовые повязки и использовать эфир для наркоза. Он же разработал методы сортировки раненых и провел первую полевую операцию самостудии. Великого хирурга и анатома даже изобразили на круговой панораме в музее обороны Севастополя. Пирогов беседует с фельдшером на входе в перевязочный пункт. Данная картина представлена в презентации. Таким образом, бурное развитие науки и техники предоставило развитым странам новые горизонты прогресса, но в то же время вело к совершенствованию способов истребления людей. Ребята, давайте закрепим материал. Используя источники и имеющиеся у вас исторические знания, выполните задания в тетради. Охарактеризуйте последствия использования первых танков отравляющих газов на полях сражений Первой мировой войны на примере конкретного исторического события. И оцените последствия использования отравляющих газов на полях сражений Первой мировой войны на примере конкретного исторического события. Ребята, давайте проведем рефлексию Закончите предложение Сегодня я узнал Я научился Мне понравилось Сегодня я затруднялся Моё настроение Спасибо за урок Ребята, вы молодцы Не забудьте записать задания Для самостоятельной работы